Дождались. В Сургуте возобновили работу учреждения дополнительного образования. Перед тем, как пригласить на занятия юных жителей, специалисты скорректировали расписание. Подстроили поддинамическое, которое сейчас действует в школах. Члены сборных спортивных команд тоже при деле. Возобновились тренировки. Татьяна Расторгуева расскажет, с каким настроением в секции кружки возвращаются дети и как поменялась работа сотрудников. Занятия в спортивной школе «Олимп» проходят только для членов сборных команд. Тех, кто просто хочет записаться в секцию плавания, пока не принимают. До 15 сентября собирают заявления от родителей, после составят просмотровый график для наборов группы. Многие переживают, что заявление мы подали, а когда же нам начинать плавать, тренироваться. Вот с 15-го, когда мы соберем, и уже в зависимости от контингентов, сколько будет заявлений, график просмотра и отбора. То есть нам еще потом месяц дается на то, чтобы скомплектовать группы. В «Олимпе» уже 170 заявлений от кандидатов. В «Одолеи» и «Геологи» меньше 90 и 40. Цифры примерно такие же, как в прошлом году. И если на количестве желающих начать занятия пандемия не сказалось, то в работе с давними воспитанниками наоборот. Городские и окружные соревнования отменили. Нет окончательного решения по проведению чемпионата России. Поэтому у многих спортсменов попросту нет мотивации для восстановления формы после карантина. У пловцов помладше возникают и другие нюансы. Им понравилось жить самостоятельно. А тут какая-то тренировка, какое-то задание, какое-то идти. То есть проблемы такие на самом деле, я сам не ожидал, но не возникли. И есть такие дети, которые просто отказываются идти на тренировки и все. Надеюсь, какое-то время пройдет, коллектив подключится, там друг друга будут подстягивать, работа с родителями, и мы как-то попробуем решить эту проблему. Для того, чтобы втянуться в тренировочный процесс детям, по словам тренера, понадобится минимум месяц. Пандемия внесла изменения и в организацию занятий. При входе в учреждения всем измеряют температуру и заносят данные в журнал. Сотрудники и посетители должны находиться в местах общего пользования в защитных масках. Такие правила действуют и во всех учреждениях образования. Соблюдают их также в технопарке «Кванториум». Занятия там уже возобновились. Когда появилась возможность, мы стали обзванивать и приглашать ребят на занятия. Очень много слов радости от наших родителей, особенно от ребят, что нам очень приятно было слышать, что наконец-то они смогут посетить наше учреждение, как они этого долго ждали. И сегодня мы видели, что ребята с удовольствием выполняют все задания, рады, что они могут встретиться наконец-то своим педагогам и прийти в этот замечательный наш детский технопарк. По словам руководителя, благодаря тому, что группы детей изначально небольшие, расписания для разведения потоков практически не меняли. Лишь подстраивали пары под школьные уроки. Многие родители и дети к новым правилам отнеслись с пониманием, потому как главное, что двери таких учреждений наконец-то открылись. Татьяна Расторгуева, Валерия Кудрявцева, Вячеслав Ширкунов, Сургут Интерновости.